Финансовый кризис – это известная многим формулировка, говорящая о непростой экономической ситуации в регионе или даже в целом мире. Но это достаточно поверхностное понимание термина, которое не раскрывает его сути. Поэтому стоит подробнее разобраться о причинах возникновения финансовых кризисов, его схемах и классификациях. Финансовый кризис – это ожидаемое явление, но бесконтрольное. Чаще всего под этим термином подразумевается банковский кризис, который сопровождается всеобщей паникой. Особенно ярко суть финансового кризиса раскрылась в 19-м и 20-м веке, когда мировая экономика проходила стадию ускоренной модернизации. В то же время произошла Великая депрессия, затронувшая Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские страны. Также часто под термином финансовый кризис подразумевают нестабильную ситуацию на фондовых рынках, когда лопаются экономические пузыри и стоимость активов существенно снижаются. Понять, что такое финансовый кризис, поможет изучение его механики. Для этого нужно исследовать физическую природу источников появления нестабильной ситуации. Они возникают по техногенным, природным, экономическим или социальным причинам. Помимо источников финансового кризиса, в механизме работают аппарат развития и последствия. Особое внимание стоит уделить последнему элементу, так как под ним подразумевается финансовый ущерб. Как и всякий иной механизм, финансовый кризис может диагностироваться. Это позволяет найти причину для ухудшения, а иногда и улучшения экономических параметров. Эта же процедура помогает не допустить появления критических состояний государственной экономики. Основы диагностики финансовых кризисов позволяют экспертам безошибочно определить, на какой стадии находится ситуация и как из нее можно выбраться. Под частным финансовым кризисом подразумевается обстановка, актуальная только для одного звена рынка. Если ситуация вызвана путем допущения системных рисков, то она переходит в категорию глобальных. Глобальный финансовый кризис – это крах финансовой кредитной системы внутри целых государств. Острая ситуация достигается с помощью эффекта домино, когда системные риски запускаются и на другие экономические звенья. Традиционно под финансовым кризисом подразумевается ситуация, когда стоимость акций некоторых компаний резко снижается, что тянет за собой тяжелые последствия для экономики организации. Также финансовым кризисом называют крах финансовой кредитной системы страны, что становится причиной для образования огромного числа безработного населения, живущего за чертой бедности. Но финансовые кризисы, виды которых кардинально различаются, принято классифицировать на четыре категории. Каждая из них уникальна и не похожа на остальные. Первоначальная ступень на пути к финансовому кризису в этой классификации рассматривается нестабильность крупных должников выплачивать долги по своим займам. Также сюда относятся опасения, возникающие на фоне сомнения в способностях к оплате долга. Такой предвестник финансового кризиса актуален в ситуациях, когда сумма долга слишком большая, а процентные ставки по займам продолжают расти. Для эталонного вида рассматриваемой классификации экономика страны должна находиться в стадии спада, что отражается в доходах населения. Интересно, что финансовый кризис наступает тогда, когда крупным должникам становятся не физические или юридические лица, а целые государства, не способные выплатить заемные средства. Последний финансовый кризис произошел в конце 20 века. Историки называют его международным долговым кризисом. Происходят и валютные кризисы. Условия финансового кризиса таковы, что для его появления достаточно нестабильной ситуации внутри одного из секторов экономики. В случае с валютным кризисом достаточно существенно изменить стоимость государственной валюты. Финансовый кризис такого рода возникает по двум причинам. Спекулятивные атаки и валютарийские действия правительства. Чаще всего происходит первый вариант, когда иностранные внутренние инвесторы начинают активно продавать валюту, из-за чего на курс оказывается давление. Ускоренное наступление финансового кризиса в этом случае возможно, если применить политику фиксированных курсов. В этой ситуации главы государств думают над выбором между двумя решениями. Направление объемов имеющихся резервов на повышение курса или же участие в изменении котировок для снижения давления. Финансовый кризис избежать это не помогает, так как в обоих вариантах финансовый сектор ощущает серьезные последствия. Поэтому выбрать правильное решение в подобной ситуации невозможно. Пример валютного кризиса это девальвация в 1998 году. Тогда финансовый кризис в стране растянулся на долгие годы. Когда обсуждается мировой кризис, часто подразумевается именно банковский вид. Возникает такая ситуация, когда клиенты финансовых организаций начинают массово закрывать вклады. У банка появляются проблемы с выплатами дивидендов. Но финансовый кризис не становится следствием проблем одного, даже достаточно крупного банка. Критическая ситуация возникает, если с требованием о выводе депозитов обратились клиенты разных организаций, но в одно и то же время. Системный финансовый кризис это когда банкам требуется поддержка со стороны, но получить они ее не могут. Так как другие организации испытывают те же самые проблемы. И тогда возникает угроза банкротства компании. В такой ситуации близкой к финансовому кризису компании перестают выдавать кредиты. Что тут же сказывается на заинтересованных в этих продуктах лицах? Итог экономические проблемы у всей страны. Под финансовым кризисом ликвидности подразумеваются сразу две ситуации. Состояние недоверия в системе банков, что отражается на объемах выданных кредитов. Состояние недостатка наличных денежных средств, которые есть в собственности у определенной компании. Также под финансовым кризисом ликвидности подразумевается сокращение кредитования. Подобные ситуации редко находят отражение об экономической ситуации региона или целого государства. Но если финансовый кризис все же зарождается, значит проблемы с ликвидностью появятся. После лопнувших спекулятивных пузырей или кризиса банков. Такой финансовый кризис произошел последний раз в латиноамериканских странах в конце 20 века. Причины мирового финансового кризиса кроются в типологии сценария. Под этим термином подразумеваются внутренние и внешние причины для возникновения финансового кризиса. Последний финансовый кризис произошел после проблем с ликвидностью. Наблюдался в Соединенных Штатах Америки в начале 21 века, когда лопнул пузырь ипотечных закладных. К финансовому кризису извне приводит следующее. Мировой экономический цикл, независимые от государства движения, которые приводят к спаду. Финансовая инфекция. Она не имеет физической оболочки. А сравнение с простейшим организмом возникло из-за передачи экономических проблем от одной страны к другой. Спекуляции. Неожиданные атаки на рынке могут дестабилизировать экономику целой страны. Этих воздействий достаточно для серьезных последствий в государственной и мировой экономике. Внутренние причины финансового кризиса выглядят так. Национальные циклы в экономическом секторе. Но не стоит их ставить выше глобальных циклов. Высокая концентрация некоторых отдельных рисков. В этом случае финансовый кризис следствие игнорирования проблем. Политический строй к финансовому кризису приводит быстрая смена власти или же неправильное решение правящего режима. Эти причины стоит рассматривать в рамках одного государства. Но для понимания механизма финансового кризиса важно ознакомиться и с внешними взаимодействиями. Из-за этой цикличности можно сказать точно, что финансовый кризис отменить невозможно. Можно заранее узнать, когда он наступит и приготовиться к удару, чтобы смягчить его. Но избежать полностью не удастся. Экономисты связывают циклы финансового кризиса с жизненными циклами целых поколений. Рынки настроены на жизненный цикл только одной генерации человека. Они встречаются в юности и расстаются в старости. Когда движение активов заканчивается, их логичной передачей в виде остаточной стоимости примет их следующая генерация. Факторы финансового кризиса не стоит рассматривать отдельно от параметра цикличности, который завязан на политике, экономике и социальной жизни людей. Все перечисленные характеристики – составные части длинных циклов, которые длятся десятилетиями. Заметить эту цикличность достаточно легко по круговоротам рынков и экономики. В центре любого финансового кризиса, если в его основе есть экономический цикл, находится освоение человеком новых технологий, ресурсов, территорий и активов. Поэтому экономисты делают простой вывод. Механикой финансов управляет человек, и каждое новое поколение запускает цикл заново. Это очевидное умозаключение, так как мышление человека основано на стремлении к инновациям и доминированию. Отсюда жажда увеличения пространства и власти. По этой же причине при росте стоимости актива его начинают скупать, а при падении продавать. Корни же финансовых кризисов кроются в увеличении желаний человека. Он все больше рискует и начинает концентрировать вокруг себя опасность. Появляются первые убытки и потери, что влияет на рост доходов. Далее приходят вполне объяснимые вещи. Падение рынков, усиление волатильности. Если допустить еще небольшой отступ назад, то произойдет крах. На этом цикле заканчивается и начинается новый. Цикл финансового кризиса не имеет временных рамок. Период успешного накопления капитала может быть бесконечно долгим, в сравнении с периодом потерь. И наоборот, финансовый кризис постоянно повторяется по еще одной причине. Синхронности рынков. Дело в том, что на них часто действуют одни и те же люди. Они принимают одинаковые решения и с валютой, и с металлами. Также кризис возникает из-за финансовых инфекций. Отсюда страны одна за другой начинают терять позиции в экономике. Или из-за спекулятивных со стороны инвесторов внутри государства. Или за его пределами. Первая причина распространения кризиса на мировой арене – финансовая инфекция. Это метафоричное название позволяет понять суть процесса. Быстрая передача негативных симптомов от страны к стране. Одна из главных причин – наличие международных инвесторов, предпочитающих действовать одинаково на рынках разных стран. Деньги у таких игроков распределяются по государствам с одинаковым уровнем риска. Или же по принципу регионов. Европа, допустим, СНГ, Соединенные Штаты Америки. Китай. Как только в одной из стран появляются признаки финансового кризиса, инвесторы реагируют и изымают свои средства. И делают они это одновременно во всех странах из своего портфеля. Следствием массового оттока капитала является снижение курсов национальной валюты, инфляция, а уже потом полноценный финансовый кризис. Этот механизм также подписывается некоторыми экономическими правилами для инвесторов. Так, международные рынки еврооблигаций позволяют вкладчикам переводить ценные бумаги одного государства в акции второго государства. Долговой кризис, случившийся в конце 20 века, разрастался из-за финансовой инфекции. По той же схеме последовательно были охвачены азиатские страны в 1997 году. Откуда неприятности ушли в Бразилию, а уже через год проявили себя в России. Схожая схема наблюдалась и в 2007-2009 годах, когда произошел мировой финансовый кризис. Ощутили его практически все развивающиеся и развитые страны. Под этим термином подразумеваются спекулятивные действия определенной группы лиц на международных рынках. Направлены силу таких групп на снижение стоимости национальной валюты. Нужно это для покупки валюты по низкой цене для ее последующей перепродажи после стабилизации обстановки. Часто финансовый кризис таким образом начинается в странах, где национальная валюта слишком переоценена. А курс поддерживается на завышенном уровне центральным банком, рассматриваемого государством. Если вход для инвесторов в страну свободен, а выход горячих денег не затруднен, то при должных финансовых возможностях можно существенно снизить курс. Азиатский кризис хоть и распространялся как инфекция, но начался именно с валютных атак. Инвесторы проводили удачные серии из коротких продаж, постоянно снижая курс. Одновременно они осуществляли операции с валютными деривативами. Спекулятивная атака это действия определенной группы лиц на международных рынках. Такой кризис начинается с валютного, позже становится фондовым и только потом финансовым. При отсутствии должной реакции кризис становится общеэкономическим, а позже начинает влиять на социальную и политическую жизнь страны. Глобальный финансовый кризис начинается с малого. Ученые выделили некоторые фундаментальные факторы, которые приводят к этому. Среди них финансовые инфекции и риски, способные вызвать процентный риск. Из-за этих факторов происходит существенное снижение долговой массы. Начинает падать капитализация, обрушиваются национальные валюты и растет инфляция. Системные риски переходят на банковскую сферу, где появляется паника и ужесточение условий по кредитованию. Последний пункт доходит особое отражение в сфере производства, где финансовый кризис становится причиной уменьшения объемов выпускаемой продукции, из-за чего снижаются доходы. Далее финансовый кризис заметно проявляет себя в финансово-кредитной системе, где появляются следующие изменения. Сокращается налоговая база в домохозяйственном секторе. Часть налоговых платежей утрачивается из-за коллапса платежных систем. Сокращается налоговая база в финансовом секторе. Налоговая дисциплина ослабевает. Для борьбы с финансовым кризисом государство предпринимает следующие меры. Расходует средства из национальных валютных резервов для погашения валютной части госдолга. Прекращает или существенно ограничивает доступ к внутренним и международным рынкам капитала. Увеличивает заимствование для покрытия дефицита бюджета. Финансовый кризис государственного уровня – последний этап этой воронки. Его легко определить, проанализировав бюджет, где ниже предела установлены суммы для обеспечения социальной устойчивости, национальной безопасности, функционирования государственного аппарата и некоторых экономических отраслей. Уменьшение бюджета – это снижение экономической активности населения, что и приводит к мировому финансовому кризису. Его же можно назвать общеэкономическим кризисом. Последствия финансового кризиса могут быть самыми страшными, если не заниматься лечением. А вот курс восстановления зависит от тяжести и запущенности ситуации. Иногда достаточно немного скорректировать экономические практики. А вот иногда приходится устраивать угосударствование экономики и даже целые политические перевороты. Первое правило для эффективного лечения – устранить очаги системного риска. Из них пламя финансового кризиса полыхает во все стороны и поглощает все большие смежные сферы. Последствия финансового кризиса могут быть самыми страшными, если не заниматься лечением. Под системными рисками, если рассматривать финансовый кризис в России 2008 года, подразумеваются банки и финансовые рынки. С них в сентябре того года и началась проблема. Чуть позже к ним присоединились и экспортные компании. Правительству страны в такое время приходится принимать сложные решения по созданию новой экономической модели. Приходится проводить реформы для целых структур, что помогает избавиться от системных рисков. Также обязательно стимулируется внутреннее предложение и внутренний спрос. Для экономики во время финансового кризиса актуальна тенденция капсулирования. Это помогает ей замкнуться и снизить глобализацию. Но актуален такой пример только на оттоке капитала нерезидентов. Помогают в лечении финансового кризиса также меры по увеличению инвестиций и росту спроса внутри государства. Появляются общественные работы, налоговая стимуляция, а инфраструктурные институты капитализируются. Присоединяется к этому и Центральный банк государства, который контролирует эмиссию, снижает процент по ключевой ставке и уменьшает показатели для обязательного банковского резерва. Поддерживаются также и иностранные инвестиции, которые связаны с трансфертом технологий. Все риски актуальны для частного сектора. Начинают покрываться с помощью налоговых сборов. Запускается процесс долговых выкупов, национализации, социальных компенсаций, инфляционных обеспечений и кредитных линий для предпринимателей. Для спасения торгового баланса экономики, ориентированного на экспорт собственной продукции, начинается процедура девальвации национальной валюты. Это стимулирует и экспорт, и импортозамещение. Государство также должно подготовиться к регулятивной нагрузке и прямому установлению административных цен на социально значимую продукцию. Это снижение социальных рисков и уменьшение показателей инфляции. Также государство берет на себя роль регулятора в споре между рисками и интересами, из-за которых и наступает финансовый кризис. Выход из финансового кризиса можно рассмотреть на примере России 2010 года, когда закончился последний крупный экономический спад в современной истории государства. Первое, что сделало ЦБ и правительство, ослабило поддержку народа и предпринимательства. Антикризисные меры сворачивались постепенно, ориентируясь на специальные показатели, разработанные для оценки целесообразности принятия решений. Большинство экономических показателей, среди которых спред между ставками по размещению и привлечению кредитов, между банками возвращались на докризисный уровень и даже превзошли его. И только после этого власти приступили к сворачиванию антикризисных мер. Какие задачи для выхода из финансового кризиса ставит государство? Избежать гиперреакции курса национальной валюты, снизить инфляционное давление, превратить неадекватность образования цен на государственные активы после увеличения ликвидности, устранить риски, связанные с безответственным поведением участников рынка. Регулятор, роль которого в этой ситуации исполняет государство, обязан стабилизировать экономическую, социальную и политическую ситуацию в стране. Важно тратить силы на восстановление рыночной среды и объяснение своей последующей позиции. Это влияет на неопределенность будущего. Это благотворно сказывается на действия рынка, участники которого будут испытывать доверие к регулирующему органу. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами был Евгений. Это проект «Популярная география», канал «Вселенная Beautiful World». Оцените видео, поставьте лайк, дизлайк, оставьте комментарий, поделитесь видео в социальных сетях. А я вам говорю, до новых встреч на канале «Вселенная Beautiful World». Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok